Добрый вечер! Его удельники обмерковали макшымасти поширения супрацовнества, показания медицинской допомоги по терпелому насельниству, у тем лику про зреализацию союзных программ. А в супрацовнестве у медицинской сферы шла размова и подчас сёняшнего наведывания Республиканского навуково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека. Алексей Церов потекавился перспективами. На ведывание Республиканского навуково-центра радиоцинной медицины и экологии человека мая практичную мету. По сути, это одна из первых медицинских установ Беларуси нового типа, где по терпелому насельниству начала оказываться не только консультативная, а и специализованная лечебно-диагностичная допомога с применением сучастного высокотехнологичного обстановления. Разом с тем, на думку керанисту Усягольной конфедерации профсоюзов, якось к этой допомоге можно полепричать еще больше. Верш за все, про взаимный обмен новыми технологиями в рамках союзных программ. Отповедный опыт уже есть. У нас союзная программа уже существует, она работает в области чернобыльской проблемы. Проходит мы очень тесно взаимодействуем с российскими коллегами, с Всероссийским центром экстренной радиоцинной медицины, с Институтом Бурназяна биофизики. Поэтому этот процесс, он не останавливается. На специальное выездное посаджение комиссии Усягольной конфедерации профсоюзов, просвеченная 30-ти годию чернобыльской катастрофы, запросили в ученых, отказных работников, выконавших комитета СНД, представников международных громадских организаций. Усе удельники, добрознаемые с чернобыльскими проблемами, а для представленной выставы «Чернобыльский боль», усе ровно выкликая неподробный интерес. На этих фотознанках соправданная трагедия белорусской земли, якая сдарилась 30 годов тому, правда, за минулый час шмат очага изменилась, у вынеку реализации широкого державных и союзных программ на территории Беларуси и России до життя вернуто больше 200 тысяч гектаров сельгасугодзю и 120 тысяч гектаров гасов. Сирот досягнутых плюсов можно означать так само, наладженный контроль за якостью продуктов харчаванья и створенную систему оздоровления населенности. При этом с бедой шмат, якие краины имкнутся смагаться разом. На узровне керевников Украин-удельниц СНД подписано погоднение об охове здоровья грамадян, якие потерпели от узденья радияции. В этом году завершается реализация четвертой союзной программы. С уникой того, что некоторые проблемы мают долготерминовый характер, и она, круче за все, опошней не станет. Вот как раз в 2016 году завершается очередная четвертая по счету программа совместная белорусско-российская. И в январе месяце на одном из совещаний в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации было принято решение о разработке концепции очередной, пятой по счету союзной программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель». В рамках реализации договора об породнении, сябровстве и супрацовнестве помеж Гомелями и шотландским Абердином у областный центр с визитом прибыла делегация громадской организации «Сябры Гомеля». Сегодня гостей сустракали у гомельским харвыканками. Супрацовнество «Гарадо» продолжится больше, как 400 годов. За этот час реализовано шмат суместных проектов в разных сферах. Вызначены планы и на этот год. Так, уверенность, не в установках адеквата «Бердин» на лингвистичную стажировку пройдысь наученцы Гомельской гимназии номер 56. Досягнута домовленность и обчарговым визите группы скаутов у Гомель. А кроме того, протягнется обмен вопытом помеж педагогами. Далейшее развитие отрымает супрацовнество и медицинских специалистов. Дерегация урача у Гомельского областного шпиталя инвалидов Айчинной войны у Черви, ненаведая одну с клиник Абердина. А кроме уже затвердженных на прамках супрацовнества, уходя с устретшей у Гомеля, наметились и новые. Так, представники городского совета Абердина пропоновали обмен вопытом у сферы будовництва. Это мой седьмой визит в Гомель. Я очень рад видеть, как город меняется. Архитекторы Абердины заинтересовались зданиями, которые были построены в послевоенный период. Интересен ваш опыт в поддержании их в хорошем состоянии, а также ваши современные архитектурные решения и технологии. Сегодня у Гомеля отбылось опоширенное посаджение коллегии областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь. И оно проходило в режиме видеоконференции. С красавика в регионе означается пожаронебеспечный период. Миновита тому холодной темой для обмеркования стала работа по опереджению пожаров у сельской и лесной мясцовости. Зараз востро стоит питание у сгорания травы и хмызняку. Не глядячи на заборону, грамадяне протягивают самовольно выпаливать рослинное сметти. Литерально каждые сутки на Гомельщине региструется до 20 подобных у сгораний. По республице до 100. У большинства случаев при наведении парадки на землю люди не выполняют элементарных правилов пожарной безопасности, что приводит до серьезных наступствов. Выгорают земельные территории и побудовые, которые находятся на них. При ветре пожар худка расповсюдживается и часом, знищая будинки соседев. Службы МНС с другими субъектами профилактики ведут активную работу с насельством. Однако далеко не все грамадяне прислуховываются до их рекомендаций. А гражданам рекомендация простая. Нужно просто не делать то, чего делать нельзя. И если вы уже хотите навести порядок на своем подворье, то нужно соблюдать элементарные требования и нормы. Если вы уже хотите там спалить этот свой мусор, посмотрите, чтобы это не менее 10 метров каких-то построек, чтобы у вас рядом стоял какое-то ведро с водой, лучше какой-нибудь огнетушитель, чтобы это было место оборудовано, где вы будете там сжигать. Посмотреть, ветер какой на улице, чтобы не было. А лучше всего, конечно, не заниматься этим выжиганием, потому что, к сожалению, это все очень чревато. Сегодня ранится и на пожары в Мазырском районе загинули двое родных братов 1950-х и 1956-х года на роджение. Дом увез Циромановка, у яким яны заявились на свет, стал я пошним пристанком. Коля шастих один ранится, у районный отдел по надзвычайных ситуациях об узхаране поведомила суседка. Сообщение о пожаре поступило в 5 часов 45 минут. Оперативно выехали к месту пожара. По прибытию обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела двоих погибших, предположительно хозяина дома и его брата. Прозагинулших одновязковцы отгукаются с теплыней. Тихие спагадные николи не отмавляли у допомозе по господарцы. З минусов – шкодные звычки. Ну, выпивать да выпивали, но и так. Кто же не печь сейчас? У доме уже давно не было светла и газу. Зимой брату наведывала на зиральная комиссия. Тады вратовальники упевнили же хоров адрамантовать печь. Тому неостерожность при куренне нададенный момент – основная причина пожару. Супрацовники Управления по наркоконтролю и супрадзейни гандлю людьми УУЗ Гомельского Аблвы Конкама затрымали у Минску громадянина Германии. На территории Беларуси мужчина займауся верболкой девочин и отправкой их замяжут для працы у сферы интимных послуг. За один визит у нашу краину затрыманный отшукал шесть девочин, які сгодилися выехать у Германию, каб займаться там отповедной дейностью. Гастролер обецал им стабильный прибыток у померы от двух до восьми тысяч евро. По словах правоохолников, девочины ведали, якой працей придется займаться замяжой, а лишь усе обецани на конт великих грошей были ничем іншим, як подманом. Супрадзлочинцы узбуджена криминальная справа. Подозреваемый проживал в Германии, где познакомился с владельцем нескольких борделей немецких, который предложил ему работу. Работа заключалась в доставке девушек из стран СНГ для занятия проституцией под его контролем. У Гомеля начинаются отключаться тепление. Распоряджение в завершении тепляльного сезона принято у Гомельским гарвиканками. В связи с повышением температуры поветра напереды дни почали отключение тепления громадских администрационных будинков и предприемствов. Тепло у домы, интернаты, гостиницы, навучальные установы и перестания поступать с сегодняшнего дня. О теплении в детячих садах и школах, а так само в больницах отключат завтра. Подобные решения у районах Гомельской области будут приматься на местах. При умове, коли середнесуточная температура поветра на протягу трех днём складе 8 градусов тепла. Протягиваем выпуск. Сегодня означается «Сусветный день здоровья». Что год ягою просвечаються одной из актуальных проблем – аховы здоровья. Все лето тема ябрана профилактика и лечение диабету. Зараз у Беларуси на диспансерном улику с цукровым диабетом находится около 290 тысяч пациентов. Сегодня под девизом «Переможим диабет» пройшло в шерах мероприемствах. В каждом районе областного центра представники Беларусского товариства «Червоного окрыжа» организовали пункты профилактических медоглядов. Акции отбылись и в организациях и на буйных вытворчих предприемствах. За часы их проведения медики провели консультации и вымирение у зрои глюкозы у крови методом экспресс-тестирования. Кожный из отделников отримал информационные буклеты по профилактице захворывания. К сожалению, эпидемия диабета нарастает во всем мире. И поэтому мы сегодня проводим такую профилактическую акцию «Победим диабет». Мы рассказываем, что это за заболевание, причины его возникновения, какие признаки, какие виды диабета. А также проводим экспресс-тестирование по измерению уровня глюкозы в крови. И если показатели превышают норму, рекомендуем пройти дальнейшее обследование. Тым часом пляцовка коллега Головного корпуса Гомельского державного медицинского колледжа переутворилась в территорию здоровья. Тут все жадающие могли отримать от выкладчиков и наученцев рекомендации поведения здорового ладу життя. Вымирать артериальный тиск и доведаться свой индекс массы тела. Белорусские пионеры так само долучились до проведения сусветного дня здоровья, причем с республиканским размахом. Сегодня у Гомеля отбылся спортивно-патриотичный марафон «Будь здоровы» с поборницей по пионер-боле и выступлений групп подтримки. Головная особливость – национальный колорит. Максим Савин протягнет. В марафоне приняли удел колледж 400 хлопчиков в девчонках в всей Беларуси. Масштабное мероприемство проходило в Гомельском палаце гульнявых видов спорта. Падеи разгортывались на двух пляцовках. Третий республиканский конкурс команд подтримки «Пионерские искры» проходил в Великой зале. Финалы республиканского турнира по пионер-боле на прозы газеты «Пероходный узрост» у Малой. В обо двух споборницах примали удел команды «Пероможцы» региональных этапов из всех областей краины и города Минска. Конкурс черлидеров в этом году имел особливости. В год культуры мы решили особенностью данного марафона сделать использование символики белорусского государства, использование речевок, лозунгов на белорусском языке. И это является одним из важных критериев при определении победителей. Споборничали группы патрымки у двух узростовых категориях до 10-14 годов. Выступления на белорусской мове, национальные мотивы у оденни. Команды старались опрытрымливаться у моего конкурса у полной меры. Кроме того, все демонстровали добрую подрыхтовку, скандирование девизов и лозунгов, танцы и выканание акробатичных элементов. Но от самые маленькие удельницы ураживали глядачу складанностью выступлений. Оценивала номары журы, у складе якого спортсмены, хореографы и черлидеры-профессионалы. Так что перемогли, саправды, лепшие. Очень высокий уровень команд, которые участвовали в финальном этапе. И отрадно, что, по сути дела, это любительские команды, чей труд, результат, он создан людьми, которые являются любителями. Это не профессиональные педагоги, это не профессиональные тренеры по черлидингу. Это люди, которые занимаются этим в качестве своего хобби. И в этом качестве, конечно, уровень всех 14 команд и со всех маленьких детей и детей постарше, он был достаточно высокий. Перемогу турниры по пионерболе отрымала команда с Минской области. Дарыч на другим месте пионеры с Калинковицкого района. У молодшей группе конкурсу «Пионерские искры» лепшими стали черлидеры с команды «Космостар» с Минска. Сребра у коллективу «Энаджи Китс» с Мазыра. У старейшей группе представники нашего региона у тройку призеров не трапили. А лепшими снова стали меньшанием. Команда «Ньюстайл». Сначала же были еще районные конкурсы, потом на город выходили. Когда победили город, пошли на республику. Были очень рады, что заняли первое место. Ну, такого не ожидали, конечно, старались, репетировались. Белорусская пионерская организация подшила тесное супрацовнество с Национальным Олимпийским комитетом. Потому и ошедным бонусом для переможцев конкурса «Пионерские искры» можно стать в делу якости групп подтримки в международных споборницах, которые будут проходить в нашей краине в будущем. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадио Компания «Гомель». Сегодня православная церковь святку и благовещение Просвятой Богородицы. Это одно из 12 головных святов. Оно непероходное и за все это означает 7 красавика. За 9 месяцев до рожства Христова на землю и в души людские пришла добрая вестка. Ее принес архангел Гауреил. Мауляу, не бойся, Мария, ты знайшла благодатью Бога. Зачнешь ваулонни, народишь сына и назовешь его имя Мисус. И он будет сыном усявышнего. Вот так Мария дала сгоду Господу стать его матью. Прочистой Матю Божей. Меркоется, что благовещение стали святковать с 4-го стагодзя. До этого оно мело-розные назвы. Початок вратования – добровещение Аньола Марии. У этот день принятысь вертаться с молитвами до Богородицы, як заступницы перед Богом за людей. Хочется всех поздравить с праздником Благовещения, пожелать мира, добра, благополучия, чтобы, как архангел Гавриил сказал Божией Мате, радуйся, благодатный Господь с тобой, чтобы такой божественный зов был в каждом нашем сердце. Храни все Господь. На этом выпуск завершенный у студии працывала Наталья Игнаценко. Всего доброго и до новых встреч в эфире.